Всем привет, с вами Дед. Волнейший гайд по всем контрольным группам, клавиатуре, настройкам по Старкрафту, которые вам только понадобятся. Так как я занимаю достаточно важную часть экрана, я в этом видео удаляюсь. И в принципе что мы видим? Мы начинаем за протаса. На данный момент будут советы, которые будут полезны для всех рас. Потом для протаса и затем мы еще какие-то советы отдельно, возможно, для терна и для зерга добавим. Итак, для начала. Для начала, сколько нужно минимум контрольных групп? Или вообще, что такое контрольная группа, наверное, стоит начать. Контрольная группа это группа, то есть кнопка, которая вам позволяет быстро переключаться на определенные вещи, которые вы сами хотите контролировать. Вот это самое главное. То есть у нее нет ни одной контрольной группы задачи быть именно такой. Нет никаких правил, какие они должны быть. Вы можете придумывать сами для себя. Давайте начнем с самого базового. Как создавать контрольные группы? Они отображаются вот в этой части экрана. Смотрите внимательно. Это созданные контрольные группы. Итак, возьмем контрольную группу 1, к примеру. Важно знать три кнопки. Control, Shift и Alt. Именно они будут всем управлять. Вот наша пробка. Вот пилон. Для наглядности будем показывать. Выбрав пробку каким угодно способом, то есть выделив ее вот так, либо нажав ровно на нее, она у вас в окне выборки внизу показана. И чтобы создать контрольную группу, нужно нажать Ctrl. Держим его и нажимаем 1. Видим, пробка появилась в Ctrl 1. Ctrl 2 создает группу Ctrl 2. 3, 4. Все, у нас 4 группы с пробкой. Чтобы переключиться на эту группу, достаточно нажать 2 раза на нужную кнопку. Соответственно, нажав 3, 3, мы перемещаемся к тому месту, где стоит наша пробка. Это, я думаю, поняли. Что же делает Shift? Shift добавляет в контрольную группу. К примеру, выбрав пилон и нажав Shift и нажав 3, мы создаем контрольную группу 3. Точнее, добавляем пилон в контрольную группу 3. И мы видим, что вот он у нас добавлен. При нажатии на кнопку 3 мы прыгаем, получается, к нашему пилону или пробке. Но при этом при нажатии 2 или 4 у нас в выборке только пробка. То есть, вот 2, 4, 1 это пробка, тройка уже с пилоном. Что делает Alt? Alt ворует из контрольной группы. При этом зачеркивая старую. Если мы сейчас выберем пробку и нажмем Ctrl 3, мы создадим новую контрольную группу только с пробкой. Соответственно, тройка у нас стала опять только пробка. Давайте вернем пилон. Shift 3. Все. На тройке у нас добавлен пилон. Если мы хотим, так сказать, из контрольной группы 3 украсть, например, пробку и сделать пробку в контрольную группу 1, мы зажимаем Alt. Зажав Alt, мы эту пробку из всех контрольных групп абсолютно вычеркиваем и создаем ее новую контрольную группу. То есть, нажав Alt 1, мы уничтожим контрольную группу 2, уничтожим контрольную группу 4 полностью и из контрольной группы 3 мы заберем пробку. Нажимаем, выбираем точнее пробку, нажимаем Alt, нажимаем 1. Все. На тройке у нас остался пилон, на единице пробка. Соответственно, допустим, мы хотим полностью освободить контрольную группу 3 от пилона. Мы можем выбрать пилон, нажав Shift 1, у нас появляется, соответственно, контрольная группа с пробкой о пилоном. Нажимаем единицу и нажимаем Alt 1. Все, пилон пропал, он убрался из всех контрольных групп и добавился сюда. Это, в принципе, базовые махинации с контрольными группами. Немножко более сложные махинации. Вот такие, допустим, у нас много пробок. Игровая ситуация. Частый вопрос, как быстро распределить рабочих по газам? Все очень просто. Смотрите, теперь внизу смотрим. Панель выборки. Здесь у нас отображается все, что у нас выбрано. И зажав Shift, вы можете кликать и уничтожать юнитов из вот этой выборки. Соответственно, смотрим, вот у нас бегает толпа пробок все вместе. Теперь я нажимаю сюда, и они побегут сюда. Но нажму обратно, бежать я после того, как нажму Shift, держу Shift и нажимаю на пробку. Эта пробка убралась из выборки. Смотрите, теперь все пробки бегут, одна остается. Таким образом можно делать такие маневры, как, например, отправить пробок сюда, нажать Shift, убрать кого-то и вернуть их обратно. В итоге только одна пробка побежит в нужную точку. Это чаще используется, конечно, с армией. Ну и опять же, используя вот эту технику, вы можете сами надумать уже, как распределять быстро по газам. Показываю. Нажимаем на газ, зажимаем Shift, нажимаем раз, два, три. Три левых клика. У нас три пробки убралось. Соответственно, три пробки останутся на газу. Нажимаем на второй газ. Зажимаем Shift. Раз, два, три. То есть держим Shift и три клика в эту группу. То есть в выборку нашу. Мы убрали еще три пробки. Нажимаем на минерал. Все. У нас полная минеральная линия. И так, и так, и так. Это супер база. Наверное, еще стоит показать кое-что. Допустим, у нас вот такая выборка. И мы хотим из этой выборки убрать пилоны. Или пробки, неважно. Какую-то группу юнитов. Мы зажимаем Shift плюс Control. Две кнопки держу. Левый клик. Все. Вся группа пропадает. То есть вот из этой группы, если я хочу оставить только Nexus в выборке, Shift, Control. Левый клик по пробкам. В выборке остается только Nexus. Итак, перережьте, чем я вам все расскажу про контрольные группы. Давайте посмотрим, как смотрят на игру новичок и более профессиональный игрок. Итак, вот это будет, скорее всего, экран новичка. То есть он смотрит у нас за тем, что происходит на вот этой всей плоскости экрана. И смотрит вправо внизу, вот здесь вот. Потому что можно здесь понажимать. К примеру, выбрать пробку. Нажать строить. Выбрать здание. Нажать на здание. Поставить здание. Это очень много действий и очень много времени отнимает. Вот для этого нам нужно использовать хот-кей и контрольные группы. Итак, как выглядит экран профессионала? Примерно вот так. Все очень просто. Профессионалу не нужно смотреть каждый край экрана, где происходит какое-то действие. У него все происходит, как вы видите, в центре экрана. Это все, что нам нужно видеть. И параллельно с этим нам нужна информация о происходящем в игре. Вся эта информация находится у нас. Справа вверху панель ресурсов. Слева внизу миникарта. Указание, сколько у нас рабочих бездействует. И выбор всей армии. Также есть таймер, чтобы следить, какая минута игры. Дальше окно выборки. Как я говорю, окно выборки очень важное именно в соревновательной игре. Это в основном то, куда чаще всего смотрят сильные игроки. При этом новички его почти не замечают. Как в принципе и справа вверху нашу панель именно ресурс. Справа внизу выделено красное. Профессионалы сюда смотрят. То, что здесь отображаются перезарядки способностей или всякие другие вот эти полезные вещи. К примеру, вот у нас отображается перезарядка, когда мы сможем в следующий раз сделать спрей. Спрей это не так важно, но способности боевых юнитов, конечно, нам важны. Но профессионалы сюда не жмут. Поэтому это отмечено красным. Это все используют горячие клавиши, которые вы можете настроить сами или использовать вшитые. Вот у меня немножко по-своему настроены. К примеру, движение Move у меня на кнопку X. То есть я нажимаю X, нажимаю куда идти, и он идет. Нужно стараться вот эти все вещи в этой части экрана, которая называется командная карта, использовать исключительно, ребята, исключительно клавиатурой. То есть сюда мышкой мы не жмем никогда. Так, как это настрой? В настройках игры заходим в нижнюю вкладку горячие клавиши. И здесь отдельно под каждую расу можно настроить горячие клавиши. Также можно выбрать один из стандартных установок. К примеру, очень удобная сетка многим. Мне же сетка не нравится, потому что кнопка атаки сбивается на кнопку... Получается... Т, как я понимаю, по сетке. И мне это неудобно. Поэтому я лично под себя каждую кнопку выстраивал. Мои горячие клавиши можно скачать в Дискорде. Ссылка на Дискорд в описании. И там же горячие клавиши на все расы. Расположены мои, которые, в принципе, пытаются везде использовать кнопки Q, W, E, D, F, V, C. Вот в эти кнопки в основном. Что нам еще важно в горячих клавишах, ребята? Зайти в раздел Global, общий, глобальный. И здесь есть пункт Камера. Вот пункт Камера, пролистав чуть-чуть вниз, мы видим такие вот пункты. Создать камеру локацию и прыгнуть в камеру локации. Как я говорил, у профессионалов используется вот эта часть экрана в основном. И как раз таки у меня сейчас контрольные группы созданы на создание камеры локаций. Объясню вам немножко, как они работают. Чтобы создать вообще, вот у нас создать камеру локацию. Нажимаем сюда, смотрим вниз, у нас написано, что вот Shift F1. Мы сюда нажимаем левый клик и написано, нажмите кнопку, чтобы создать. Ну, как вы хотите вообще использовать вот это вот действие. И чтобы создать камеру локацию, я зажимаю Shift и нажимаю 1. Я зажимаю Shift и нажимаю F1. Все, вот она у меня создалась кнопка такая. Как это работает? Мы, к примеру, берем и создаем локацию Shift F1. Затем на второй базе нажимаем Shift F2. На третьей базе Shift F3. На четвертой базе Shift F4. Теперь, нажав F1, я прыгаю на первую базу. F3 на третью, F2 на вторую, F4 на четвертую. Это очень полезно, очень ускоряет игру, если вы научитесь этим пользоваться. Потому что, к примеру, если вы сейчас где-то в атаке, например, вот здесь вот чем-нибудь контролируете, и вы видите, что у вас именно на третью базу напали. Вы нажимаете F3, выбираете пробок, нажимаете F2, нажимаете на минерал. Они все убегают. Очень быстро в пару кликов решаются такие задачи. Именно для этого нам и нужны контрольные группы и горячие клавиши, чтобы быстрее все делать. Также стоит рассмотреть еще Unit Management. Четвертый снизу, управление юнитами. И в самом низу у нас есть выбрать Ability или EE-цель. Здесь мы создаем альтернативную кнопку. Это может быть любая кнопка, например, Q. И затем мы вот этот файл открываем в блокноте. То есть мы создаем свой профиль горячих клавиш. Называем его как-то, например, Random Build, как у меня. И ищем на компьютере вот этот файл Random Build. Поиск. Нажимаем, находим. В нем в текстовом файле вписываем дополнительно клавиши через запятую. То есть у меня это DQWERFX. И что мне это дает? Стандартным получается устои, так сказать. Чтобы, например, построить здание, мне нужно нажать B. Допустим, это будет пилон. Это он будет нажать E. И мне нужно нажать левый клик мышки. Но так как у меня стоит выбор цели, я могу нажать еще раз E. Это удобно в данном случае. Но также это помогает таким вещам, как Rapid Fire. Rapid Fire это когда мы, допустим, держим кнопку. И у нас получается, к примеру, вот такое вот применение действий. То есть таким образом я могу быстро бегать пробкой. Ну, она и так быстро бы бегала. Но, к примеру, вы видите, как это происходит. То есть я сейчас не жму кнопку много раз. Я держу кнопку. И у меня просто вот так вот бегает пробка. В чем прикол? В том, что вот так же мы выстраиваем, к примеру, кнопки на юнитов. То есть, к примеру, ZIL, от у меня на Q, тоже самое работает. И зажав кнопку Q, я делаю варпом много ZIL. То есть, зажав кнопку Q, я из Nexus'а заказываю много пробок. Ну, и так далее, вот эти все вещи. Итак, к самому интересному вам пришли. Сколько же нужно контрольных групп? Будем отталкиваться от опыта про геймеров. Меньше всего контрольных групп у игрока такого, как ZEST. Весьма успешный игрок, но он использует мало контрольных групп. У него всего 4 контрольных группы. Одна группа идет на производящие здания с пробками. То есть, на Nexus'ы. Одна группа идет на производящие здания. Все остальные. Это гейты, это робо, это старгейты. И две группы. Это уже боевые группы. Почему я не говорю, что это вот, например, один, это вся армия? Потому что контрольные группы мы выстраиваем от ситуации. Но это реальный минимум. В целом, я бы сказал, не нужно больше 5. Но максимум, наверное, 6. Есть игроки, которые используют и 7, и 8. Но в реальности они мало помогают. И я бы сказал, остановитесь на числе от 4 до 6. Ну, не меньше. Какие контрольные группы, Терну и Зергу, сейчас скоро расскажем. Соответственно, Nexus'ы мы возьмем, например, в 4. Гейт в 3. В 3 же у нас пойдет и робо, если оно есть. Все дополнительные гейты у нас тоже в 3. Робо я, кстати, в 5 добавляю. Моя привычка вот такая в 5. И 1, 2 у нас остаются свободными. Сейчас на примере покажу, как они применяются в игре. К примеру, нам нужно заказать что-то из робо. К примеру, это призма. И мы на данный момент чем-то занимаемся вот тут. Все, что нам нужно, это нажать пятерка. Ралли-поинт. Пока мы сжали ралли-поинт, мы нажимаем заказать призму. Все, заказано. Видите, мы смотрим на один и тот же экран. Мы видим, что происходит в бою. И мы заказываем. Вот. Точно так же можно, к примеру, достаточно легко доварпать. То есть мы контрольные группы во время игры вот так вот прожимаем. 1, 2, 3, 4 постоянно. И смотрим, как я говорю, профессионалы смотрят вниз. Они смотрят, и я вижу. О, гейты готовы. Я нажимаю 3, 3. Вот так вот. Делаем сразу же Ctrl-клик, сразу же Ctrl-1. И все, у нас созданы контрольные группы. Мы готовы сражаться. Допустим, какие-то опции, опять же. То есть самое главное, я сказал в самом начале. Вот, например. Например, у вас вот большая контрольная группа. Вот вы бегаете, и к вам сейчас придет там соперник, будет вас атаковать. И вот вы на него побежите, и ваша призма, соответственно, не выживет. Как же сделать, чтобы она выжила? То есть вот у нас контрольная группа. Все очень просто. Просто вот возьмите и подумайте, как это сделать. Все делать достаточно легко, и все делается именно базовыми вещами. К примеру, мы просто нажимаем правый клик. Отойти. Мы нажимаем призму. Ну, вот она у нас выбрана. Нажимаем Alt-2. Все. У нас единичка это сталкеры теперь. Двойка это призма. Когда мы нажимаем один раз на контрольную группу, а не два, мы не перемещаемся к ней. Соответственно, вы можете следить за призмой. Нажав 2-2, вы постоянно за ней следите. А нажав, к примеру, один правый клик, вы уже приказали сталкерам сюда бежать. Но вы даже их не видели. То есть в этом и сила. Вот тут я переключаюсь на сталкеров. Вот тут на призму. И, в принципе, всем как раз контролирую. То есть я рекомендую очень просто все вот эти принципы взять и попробовать их понажимать. Как часто, в принципе, в игре меняются контрольные группы? На самом деле, очень часто. То есть мы постоянно их добавляем, постоянно их меняем. Вот у нас сейчас сталкеры. Такая ситуация происходит, что мы понимаем, что эти сталкеры нам сейчас не нужны. Нам не нужно их контролировать. Нам нужно контролировать, например, здесь какую-то там защитную часть. Мы берем, вот здесь вот делаем control-1. Здесь вот делаем control-2. Допустим, это пробки на второй базе. Ну, там не пробки, а, к примеру, здесь часть там сталкеров. Здесь фениксов, например. И у нас двоечка здесь мы контролируем фениксов. Единичка здесь контролируем сталкеров. А этих тогда не контролируем, если у нас нет третьей контрольной группы. Вот и все. То есть, или их контролируем уже по мини-карте. То же самое с призмой. Затем нам надо контролировать вот это войско. Взяли Ctrl-1, взяли призму Аль-2. Все, у нас призма-сталкеры готова. Сталкеры идут. Призму, посмотрите, как использовать контрольные группы. Можно же отдавать приказы по мини-карте. То есть, мы берем, нажимаем, например, сюда атаковать. Здесь начинаем контролировать армию. Параллельно с этим, нажимаем двоечка, нажимаем клик, shift, держим клик. И отдали призме вот такой вот приказ. Все это время мы смотрим на сталкера. Именно для этого нам контрольные группы. И все. Смотрим на мини-карту. Призма уже почти подлетела. Сталкерами отходим. Нажимаем 2-2. Делаем довар. Нажимаем 1-1, контролируем. Довар прошел. Нажимаем 2-2, отводим призму. Контролируем этих сталкеров. И вот так вот, в принципе, мы играем в StarCraft. Итак, зерги. Зерги, зерги. Так как у зергов производящее здание, оно одно для рабочих и для войск, и для супервойск наших технологичных. То есть, просто одно здание. У нас, зерга, грубо говоря, освобождаются контрольные группы. И зерга, опять же, можно использовать 1-2, например, как группы для армии, чтобы нападать с двух сторон. Или одна группа — это основное войско, а вторая — какое-нибудь войско забегания для контратак. Группа, которая технологическая, например, я ее часто использую как группа боевых королев. То есть, если у вас много королев, у меня технологическая группа — это вот королевы, которые бегают и сражаются. Это королевы, которые распространяют трип по карте, которые передвигаются, в общем. А вот группа, на которой у меня протасы имеют гейты, именно производящие, эта группа для меня — это королевы, которые делают инъекции. Инъекции за зерга делаются, в принципе, некоторыми способами. Один из них — это прожимать F1, F2, F3, F4, F5, F6 — это камера локации — и делать через вот эту манипуляцию именно инъекции. То есть, профессиональные зерги вполне наловчились делать очень быстро это вот так вот. Нажимать локация, выбирать королеву, делать инъекцию. Два — королева инъекция, F3 — королева инъекция. Но есть еще такой способ, достаточно удобный. Вот у нас, допустим, кнопка с королевами, и мы можем, либо, выбрав эту кнопку, опять же, пролистывать те же камеры локации. И уже с выбранными всеми королевами, то есть нажимаем F1, кнопочка у меня для инъекции, V, то есть F1, V, инъекция, F2, V, инъекция, F3, V, инъекция. Готово, все, три инъекции мы сделали. Вот. Но есть еще такой вот интересный способ. Он не самый практичный, не самый быстрый, но тоже неплохой. Вот у нас в выборке есть королева, которая делает инъекции, и мы по мини-карте, ребята, по мини-карте просто наводим и делаем инъекции. Как вы видите, вот они делаются отлично по мини-карте, прожимая по хатам. То, что нажав инъекцию, вы, в принципе, не можете никуда кликнуть, кроме как в нужное место на мини-карте. Вот и все. Такая вот интересная схема, так сказать, использования инъекций, использования контрольных групп за зерга. А затеррано все, в принципе, как из-за протаса. То есть все абсолютно точно так же. Троечка, например, бараки, пятерка это стопорты factory, четверка это будут ваши производящие здания. Опять же, вы можете все менять. У вас может быть 3, 4, 5 это контрольные группы для армии, а 1, 2 это производящие. Ну, я для примера говорю. И 1, 2 это уже боевые группы. Это вся армия и какой-нибудь залетный медивак. Надеюсь, вам понравилось. С вами был Тед. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok